За подвиг вечная благодарность. Победа в Великой Отечественной войне была достигнута благодаря героизму советского человека. О том, какой ценой досталось мирное небо, должен помнить каждый. Мария Дмитриевна Кустова вспоминает, как, будучи еще совсем юной, трудилась в тылу. Я в 14 лет работала учетчиком в колхозе. Я учитывала всю работу. Все труда дни досчисляла я своим колхозникам. Это в 14 лет я все делала. Вся работа, где сели, где пахали, где что делали, я все мерила, замеряла, кто сколько сделал, кто сколько заработал. С момента окончания последнего боя минуло без малого 75 лет. Но память о подвиге народа, победившего фашизм, выстоявшего в годы ужасной войны, жива в сердце каждого. В администрации округа прошла торжественная церемония вручения медали 75 лет победы. Награду ветеранам Великой Отечественной войны вручил лично глава Сергей Горелов. Горочкина и Галине Филатовне. Парышкина и Елене Петровне. Героизм тех, кто воевал на фронтах, кто находился в партизанских соединениях, кто прошел немецкие концлагеря, кто ковал победу, находясь в тылу, чтобы все необходимое для фронта отправить и сделать все для нашей великой победы. Это все вы. Люди, которые в послевоенные годы восстанавливали разрушенную страну. Люди, которые 75 лет назад сделали все для того, чтобы сегодня мы могли собраться в этом зале. Чтобы сегодня мы ощущали мирное и светлое небо над своими головами. Помощь в организации церемонии оказали ученики и педагоги Щелковской школы номер 16. Своими руками ребята сделали открытки ветеранам. Любимые композиции военных лет и современные патриотические песни, душевные и проникновенные, исполнили коллективы и солисты. Защитники Отечества, надежные щит в своей страны. Про дедушка, про дедушка, лжицу рисковал, чтобы газопили в небесы. Ребята, это можно им и гордиться. Гордиться это смена, на которую, наша смена, на которую можно надеяться о том, что свою родину они защитят всегда. В этом году до 9 мая в нашем городском округе планируют вручить порядка 1400 медали 75 лет победы ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам концлагерей, труженикам тыла. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.